Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Мир так или иначе крутится где-то там, танцевальный мир, и, ну, там в крайнем случае ты можешь поехать что-то интересное увидеть где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. А на самом деле все не так. То есть объективная картина танцевального мира совсем иная. И в том числе вот на моей карте танцевальных событий появилось еще одно место – это Улан-Удэ. А вот ходят у нас, есть мнение среди земляков, что вы занижали оценки нашему театру. К нашему театру. К нашей земле. Да, мне почему-то вчера тоже говорили. Во-первых, я не помню, мне кажется, я старался быть объективным, чтобы я занижал. А во-вторых, мне кажется, совсем было бы неинтересно, если бы Байкал занял бы господствующие позиции в проекте от начала, и так без интриги прошел бы до конца. Есть еще и третья причина, по которой я строже смотрю на тех танцовщиков или на те коллективы, которые мне нравятся. Я просто стараюсь сохранять объективность. Благо с Жаргалом, руководителем этого коллектива, как выяснилось уже на проекте, потому что я не знал о его дальнейшем себе, чем он занимается и кем работает. Мы знакомы давно с мюзикла «Кошки». Жаргал в нем принимал участие, а я был режиссером московской версии. Чтобы нас не обвинили, чтобы меня не обвинили в предвзятости, я думаю, поставлю я им что-нибудь пониже. Но главное же результат. Вот видите, остальные члены жюри, как выясняется, ставили им более высокие оценки. И где они? А у Михайловна? Ну, а я думаю, что она незримо присутствует здесь. Чуть позже, возможно, мы раскроем все карты. Егор, скажите, пожалуйста, мы, жители Бурятии, мы не можем адекватно оценивать театр Байкала, потому что мы влюблены в них, в их творчество. Уже 75 лет. Вы, с точки зрения вашего большого... Хорошо сохранение. Плохо развивались. С высоты вашего большого творческого опыта, вы вот, когда сидели, смотрели вчера концерт, вы вот видели какие-то там, не знаю, огрехи, может быть? Нет, нет, они, на удивление, хорошо работают. И мне кажется, они, вот я говорил вчера и Жаргалу, и даже вашему министру культуры, и директору театра Байкала, что мне нравится, они нашли очень правильную интонацию. Дело в том, что, конечно же, аутентичных, например, чисто национальных танцев нету даже у Игоря Моисеева в коллективе. Многие из них – это стилизация в духе народного танца. Почему? Это правильно. Потому что многие из них должны, эти композиции, эти номера, некоторые из них очень длинные, они должны оставлять зрителя в напряжении, они должны все время его заинтересовывать. А так, когда теряется контекст, тогда эту заинтересованность очень тяжело соблюсти. Ведь все народные танцы были чему-то посвящены. Это были либо части свадебного обряда, либо там празднование, например, урожая или что-то в этом роде. Некоторые танцы имели религиозную подоплеку. Так вот, у Байкала вот эта стилизация, она выглядит очень-очень вкусной, очень аутентичной, она не выглядит пошлой. А многие-многие коллективы в последнее время, я там много разъезжаю по фестивалям и нахожусь в составе жюри некоторых из них, первым делом страдает музыка. Она не похожа на настоящую, она исполняется на электронных инструментах. Это очень простой такой как бы способ, ну что ли, быстрее достучаться до зрителя. И он у меня лично вызывает отторжение. А когда ты видишь огромный оркестр, который весь играет на народных инструментах, вот тут становится интересно. Более того, как вот вчера, например, я убедился, даже современные композиции в этом звучании становятся только интересны. Это когда национальный оркестр играет на наших инструментах, да? Да, вот вчера весь вечер на сцене, там, за исключением нескольких номеров, присутствовал и играл оркестр театра Байкала. И это было потрясающе. Ну, а у вас какая программа? То есть вчера вы побывали на концерте. Что будем делать дальше? Вот видите, какие планы вам о нашей республике? Байкал? Поехать на... Уже не театр, там Байкал, там Байкал. Поехать. Вы тоже впервые увидите. Да, конечно. При вашем виде. Мы вот, когда подлетали уже к Улан-Удой, видели его с высоты, хотел сказать, птичьего полета, с высоты полета самолета. И это, конечно, волшебное зрелище. Что-то есть, видимо, необычное, магическое в этом месте, оно притягивает людей. И неспроста, и у меня есть несколько знакомых, которые мне все время говорили, вот, побывав раз в Байкале, что им надо еще, 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 еще. Но для меня это как-то всегда было пустым звуком, или так, ну, мало ли, да, у кого какие увлечения. Вот кто-то, может быть, увлекся Байкалом. Я хочу проверить себя. И убедиться в этом лично. А вы с кем приехали, Егор? Я приехал с семьей. Я приехал с супругой, с семья детьми. То есть как раз таки, чтобы они тоже побывали на Байкале. Да, мы стараемся, ну, не разлучаться. Я знал, что ваша супруга тоже актриса и тоже в ваших постановках участвует. Моя супруга в первую очередь закончила балетное училище. Она балерина по первому образованию. Она заканчивала Нобелийское хореографическое училище. Вот. И да, она участвует и не только в моих постановках, она достаточно много снималась. Был такой сериал Мачеха в свое время, где она играла. И вот когда мы с ней приезжаем на рынок, например, в Москве мы все время ходим на один и тот же преображенский рынок. И, значит, там начинают торговцы перешептывать, перешептывать. Я грудь колесом думаю. Ничего подобного. Я не пользуюсь у них вообще никакой популярностью. Они узнают Нику по вот этому сериалу Мачеха. Он им ближе и ее персонаж им понятнее. Ну вот, хоть где-то, да, можно козырнуть. Да, и еще одна роль, которая, кстати сказать, тоже такой резонанс вызвала, это она играла мать молодого Вольфа Мессинга в сериале про Вольфа Мессинга. А ваши дети идут по вашим стопам? Занимаются ли они танцами или может быть? Вы знаете, скорее всего они идут по моим стопам, задавая себе вопрос, насколько они смелы в том, чтобы заниматься танцами. И, наверное, точно так же, как и я, будут приходить к этому поздно. Но двигаются они все так или иначе. Танцуют очень интересно. Там старшая наша Саша занималась достаточно долго в танцевальной студии у Агрышского. Тихон нигде специально не занимается. Но у него сейчас вот такой период, когда ему обязательно надо двигаться. Вы, наверное, самый строгий учитель. Я вообще их не трогаю, потому что я понимаю, что если я буду вмешиваться, да, они будут... Потому что слишком, ну, как бы давит авторитет. И поэтому я как раз всегда договариваюсь о том, куда они могут пойти, с кем они могут позаниматься. Но вот Саша занималась с несколькими педагогами, моими знакомыми, которых я хорошо знаю по танцам. И все они очень хватит. Да? Да, а младший он вообще может танцевать где угодно, вот ему музыку включи. Ну, для отца это наверняка очень-очень приятно, когда, значит, дети идут по стопам отца, по стопам деда. Я правильно понимаю? Да, да, мой папа, он тоже и закончил Вагановское училище, и работал очень много как хореограф. Ну что ж, друзья, Егор Дружини у нас сегодня в студии. Мы прервемся на небольшой блок полезных новостей, после чего продолжим общение с нашим гостем. Ну что, друзья, 8.05, продолжаем общение с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях хореограф, актер Егор Дружинин. Егор, у нас мы, как сетевые партнеры телеканала ТНТ, ну не можем вас не спросить про наш, пожалуй, один из наших любимых проектов шоу «Танцы». Насколько вот этот проект, я не знаю, в вашей жизни состоялся, вы решили, что он закончился для вас, или какие-то другие причины? Почему? Потому что, почему вы ушли, потому что для нас, мне кажется, это большая потеря. Этот проект, конечно же, занимал большое место и в моей жизни. В том числе, он задумывался давно, и мне кажется, что я был его частью даже не на той стадии, когда он стал реализовываться, а еще на стадии задумки. И бесконечное количество сил, нервов было в него вложено, поэтому, вот знаете, я люблю Нью-Йорк не потому, что он мне очень нравится, а потому что я в нем много прожил. И там было много хорошего и плохого. И ты уже начинаешь просто чувствовать себя сросшимся с каким-то местом из-за объема эмоций, которые у тебя с этим местом связаны. Вот то же самое с этим проектом. Я его люблю не потому, что я его принимаю безоговорочно, а просто потому, что с ним очень много связано и хорошего, и плохого. Но смотреть вы будете его продолжать? Я не знаю. Я человек импульсивный. И есть вещи, которые иногда для меня закрываются сами по себе, без моего на то определенного желания. Поэтому сказать буду я его смотреть. Может быть, я посмотрю первый выпуск и после этого не захочу смотреть дальше. Может быть, буду с интересом следить. Может быть, там у меня появятся какие-то любимчики. Я стану из участника проекта «Танцы», превращусь в страстного зрителя проекта «Танцы». Буду отправлять смс. Да, буду как дурачок отправлять смс. Буду, значит, там держать кулачки за кого-то. А может быть, наоборот, не смогу даже в сторону телевизора посмотреть. Не знаю. Это мы все живые люди. И мне кажется просто, что этот этап моей жизни, он уже пройден. Потому что если я буду на нем задерживаться, то я буду сам себя сдерживать от каких-то новых открытий. Этот проект, он настолько большой сам по себе, что он диктует свои собственные условия. То есть ты должен ему отдавать гораздо больше, чем просто там свое время. Один раз мы пробовали сделать этот проект, ну, скажем так, отстранившись несколько. Это когда мы делали «Битву сезонов». У «Битвы сезонов» не было конкурсной части, не было предварительного отбора. Мы постарались его сделать качественным, побыстрее, думая, что он вызовет такой же резонанс, как обычный сезон. У меня лично именно «Битва сезонов» оставила очень спокойное ощущение. Мне показалось, что это как сезон шоу танцев, но в таблетке. Такой, как бы, быстрый вариант. Посмотрим, что будет дальше с проектом. Я желаю ему в любом случае только удачи. А мне просто нужно двигаться дальше. Я всегда не был уверен в том, что этот проект – это мой проект. А, вот так же. Да, да, конечно. А что насчет «Танцуют все»? Будет ли продолжение? Да, обязательно. И будет второй сезон, и я надеюсь, что ваш покорный слуга тоже в нем будет принимать участие. Для меня вообще телевидение – это не… Вот для вас это место работы. Вот вы работаете, получаете зарплату, хорошо выглядите в кадре, хорошо говорите в кадре, очень органично. А для меня это, ну что ли, часть моей профессии, но не основная профессия. Поэтому я к телевидению всегда отношусь очень просто и легко. В шоу «Танцуют все» мне, конечно же, танцевать… Ой, хотел сказать, видите, подсознание говорит. В нем существовать мне гораздо проще, чем в танцах. Потому что, во-первых, я не продюсирую. Во-вторых, я стараюсь непредвзято относиться к участникам и соблюдать нейтралитет. В танцах так не получается. В танцах ты очень-очень непредвзят. Очень-очень непредвзято. Но ваша команда осталась в шоу «Танцы» или она вместе с вами… Частично, да, да. Нет, некоторые ребята, безусловно, продолжают работать. Там и Гарик, и Рудник, и Саша Могилев в команде, Таня и Денисовой. Они будут ей помогать, потому что Таня – человек новый, и ей тяжело будет на первых порах сориентироваться. Ей тяжело будет на первых порах преодолевать сопротивление Мигели, потому что он, конечно же, будет ее и подкалывать, и провоцировать, и устраивать всякого рода мелкие пакости. Но будем надеяться, что Таня с этим справится. Главное, чтобы проект был интересен зрителей, и главное, чтобы он открывал новых танцовщиков. Это правда. Несколько вопросов от наших телезрителей. Позвольте задать. Любовь Зверева спрашивает. Егор, какой ваш самый любимый танец? Корректно ли говорить? Или, может, о направлении или о танце? Я думаю, что дело… Да, речь о направлении. Часто, кстати, мне задают этот вопрос. У меня нету таких ярко выраженных приоритетов. Именно поэтому я, как хореограф, работая, работал в очень многих направлениях. И те даже танцевальные направления, которые изучать надо годами, годами и годами, я, используя скорее свои знания актера, умел достаточно успешно стилизовать. Потому что в каждом танцевальном направлении есть, помимо техники, школы, есть еще своя природа, своя эмоция определенная. Вот если ты ее чувствуешь, тогда, конечно, стилизовать легко. Но мне иногда кажется, что, вот окончательно уже угомонившись, я бы поехал куда-нибудь в Аргентину изучать аргентинское танго. Да, это, кстати, как выяснилось, очень непросто. Это сложно. То есть если какой-то проект будет еще предложен, то, конечно же, вы будете участвовать. Вы участвуете сейчас где-то еще? Я не знаю, могу ли я рассказывать об этом, но будет еще один танцевальный проект на канале НТВ. Есть такой проект «И супер», и он был связан с голосом, он был связан с вокалом. А теперь этот проект выйдет в формате танцевального проекта, и я тоже должен буду принимать в нем участие, как член жюри. А что касается других танцевальных работ, мы будем выпускать два спектакля. Один осенью. Это будет мюзикл «Всюду жизнь». Ой, «Всюду жизнь», я прошу прощения, «Выши радуги». «Всюду жизнь» — это наш спектакль, который мы уже играем давно. Спектакль «Бессловие». Я надеюсь, что мы его когда-нибудь привезем сюда, в Улан-Удэ. А в «Выши радуги» был такой фильм. С Дмитрием Марьяновым. Да, 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 с песнями Володи Преснякова на музыку Чернавского. Мы его выпустим в Питере. И в театре на Малой Бронной в Москве, сразу после Нового года, мы будем выпускать спектакль «Алиса». У Алисы в стране. Ну и вот еще Екатерина Церемпилова интересуется после музыкальных фильмов 1983 года, который назывался «Приключения Петрова Ивачечки». «Общаетесь ли вы с Дмитрием Барковым и Ингой Ильм вашими партнерами по этому?» Да, так или иначе, конечно же, общаемся. Это такое, знаете, приключение, после которого должно случиться, мне кажется, что-то нехорошее, для того, чтобы люди перестали общаться. Нет, мы с Димой, вот я в прошлом году как раз осенью тоже в Ленинграде ставил спектакль «Летучий корабль», мюзикл «Летучий корабль». И вот все то время, что я провел в Питере, мы с Димой плотно общались, уходил на спектакль, ему очень нравилось. С Ингой мы общаемся меньше, потому что она сейчас в разъездах. Насколько я знаю, она вообще не живет в Москве, а, по-моему, живет в Риме. Но я могу ошибаться. И у нас очень много связано и с Ингой, и с Димой. Помимо кино, есть еще какие-то там дополнительные приключения. С Димой у меня очень много общих знакомых. У Инги я вообще, у ее мамы останавливался и долго жил в Америке, когда приехал туда после института, за что ей огромное спасибо. Я никогда не забуду, что они меня приютили. И вот нас связывает таким образом очень много. Так что, да, общаемся. Спасибо. Егор Дружинин был сегодня у нас в утренней студии. Егор, я прошу вас обратиться к нашим телезрителям с утренним приветом. Все 600 тысяч, или сколько у нас тут живет в Улан-Удэ, все привнули к экрану. Прошу вас. Дорогие друзья, я не знаю, как к вам обратиться. Наверное, жители Улан-Удэ. Нельзя же сказать улан-удинцы. Это будет неправильно. Спасибо вам огромное за то, что у вас такой замечательный город, и за то, что вы поддерживаете свои танцевальные традиции, чему я убедился вчера. Я с благодарностью, у меня такая премьера получается, посетил ваш край, и надеюсь, что буду приезжать сюда вновь и вновь. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо вам, Егор. Спасибо вам большое. Небольшой сиренит от телекомпании «Оригус», вот эта чайная пара. Надеюсь, вам понравится. Егор Дружинин был в нашей студии. Друзья, продолжим через пару минут. Прошу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.